Шок-лидер Чтобы использовать его в качестве шок-лидера Леску я беру 0,4 Просто потому, что На ней будет лучше видно На самом деле при леске 0,4 Шок-лидер в принципе не нужен Леску просто слаживаем пополам Вязать леску ни в коем случае не нужно Для того, чтобы не потерять прочности Сложили леску У нас образовалась вот такая вот петелька Через эту петельку На себя Либо от себя, не важно Главное, чтобы вы запомнили направление Выводить шнур нужно будет в обратном направлении Продели шнур через эту петлю И сделали 7-8 оборотов Шнуром Вокруг лески Витки ложим плотно Для того, чтобы во время затягивания Они друг на друга не залезли Потому, что петля получится прочная Но не такая, как нам нужно Сделали обороты Взялись за намоточку И поскольку я проводил шнур на себя Выводим этот край от семян Это дело обязательно нужно смочить Но, как делают бывалые рыбаки Мы это все просто слюняем И держась за оба конца с обеих сторон Затягиваем Всю эту конструкцию После этого берем За те концы, которые останутся у нас Непосредственно после убирания всего лишнего И затягиваем это дело все до конца Лишние края Лишние края мы обрезаем Но обрезаем с тем учетом Что Миллиметр, два миллиметра Можно оставить Они нам ни в коем случае не помешают Потому, как шнур мягенький Во время заброса Он в кольца не упрется Леска Так же само Немножечко оставляется Потому, как при забросе Она будет смотреть в сторону Катушки И опять же Не зацепится за кольца Получается вот такая вот Очень прочная Но при этом Тоненькая и продолговатая петелька Которая хорошо пролетает через кольца И не мешает забросу Подписывайтесь на канал Будет еще много интересных Полезных вещей Заходите к нам на сайт И помните С дедом щукарем 100% успех